МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А делают. Членов молодежной организации «Новые люди» в Чапаевске знают буквально по именам, а их акции на протяжении нескольких лет служат хорошим примером для подражания. В ряды добровольцев вступают те, кому не все равно, ребята, которым хочется быть полезными. Не могу. Хочется. Ну и правда. Это даже нельзя объяснить, почему ты делаешь добро человеку. Не знаю, позиция жизни такая. Идея создания молодежного объединения в Чапаевске возникла в 2007 году. Тогда несколько мальчишек и девчонок вместе с Татьяной Герасимчук, сейчас уже председателем организации, решили, что вместе способны горы свернуть и отправиться на подвиги. Их миссией стала помощь подросткам, пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны. Позже появилось и название «Новые люди». Самый первый, наверное, проект был такой очень значимый для нас – это школа ремонта. Почему школу ремонта назвали? Потому что мы пришли в городской дом ветеранов, и те ветераны, которые остались уже давно без родственников, живут одни, ремонта у них уже очень давно не было в своих квартирках маленьких. Мы предложили им такой проект, чтобы за месяц до Нового года сделать им абсолютно новые обои, покрасить окошки, навести какой-то такой порядок. И даже обращались к спонсорам, выходили в город с копилками, с яркими, с разноцветными костюмами, и просили людей, чтобы они пожертвовали деньги на частичный ремонт в доме ветеранов, и купили им караоке, DVD-караоке, устроили концерты, они там у нас пели, те ветераны Великой Отечественной войны, которые живут там. То есть это тот первый яркий проект, который мы носили его в сердце, и несколько лет его повторяли, то есть приходили, то есть несколько квартир мы сделали, и после этого, наверное, такая вот миссия у нас и любовь к ветеранам с каждым годом начала расти. На протяжении 10 лет добровольцы организации привлекают школьников, которые заступают в почетный караул «Пост номер один». Волонтеры разрабатывают схему тренировок, ищут спонсоров для покупки обмундирования, помогают готовить кашу и добираться ветеранам к месту проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. 9 мая, не только другие памятные даты, ребята у нас несут вахту памяти о монументе славы в городе. Они очень красивые, в форме, общаются с ветеранами, им это очень нравится, ребятам очень нравится называть себя наследниками Победы, то, что они сохраняют эту историческую память, и восхищаются тем, что у них есть возможность пообщаться с ветеранами, пока еще она сохраняет эту возможность, и ее нужно использовать, потому что это великое дело. В копилке участников движения «Новые люди» огромное количество социально значимых проектов, и каждый из них узнаваем. Можно говорить о том, что у молодежной организации из Чапаевска за долгие годы работы появился свой узнаваемый почерк. Мероприятия, которые они проводят, всегда получаются очень трогательными и искренними. Мы обучили молодые семьи ходить со своими детьми маленькими из детского сада, то есть это старшие группы подготовительные, в поход. Мы их учили элементарным навыкам, как пойти в поход. Мы делали обучающие дни, когда мы приходили к ним, показывали, что такое веревка, что такое карабин, как нужно складывать палатку. И для тех детей, которые вообще впервые видели палатку, впервые видели, какие виды костра может быть колодцем, или там еще каким-то способом можно было выстраивать, наша задача была одна, чтобы этот ребенок взял за руку потом после этого проекта своего родителя и сказал, «Мама, я знаю все, как ходить в поход, мы в следующие выходные идем в поход». И родители, которые после этого проекта подходили к нам и говорили, «Спасибо вам большое, теперь я каждые выходные хожу с ребенком в поход». И те папы, которые занимались только работой и мало видели ребенка, для него это был как глоток свежего воздуха, потому что он впервые пошел с ребенком в поход, и он, как он говорит, «Я не знал, что мой ребенок настолько уже вырос, я не знал, что мой ребенок настолько уже все знает». То есть для него это было новое какое-то открытие, новый виток в семейных отношениях. Один из первых самых ярких проектов, в котором я приняла участие, уже будучи волонтером новых людей, была «Подъездная революция». Это наш проект, который жители вспоминают до сих пор, говорят о нем, хотя пять лет назад мы его реализовали. Если говорить о проекте, то в трех подъездах города мы расписали все стены на разные тематики. То есть одна тематика у нас была «Первый полет человек в космос», ну там у нас были и «Белка-стрелка», и «Планеты», и «Юрий Гагарин». Второй подъезд «Города-герои», то есть каждый этаж соответствовал определенному городу. И третий подъезд «Русские писатели и сказочники». То есть там были и цитаты писателей, их портреты, и герои самих литературных произведений. Так началась моя как-то карьера как мыслящего человека в «Новых людях». Во второй подъезд я лично своими руками расписывала, мне очень безумно нравится. Это «Первый полет в космос», он очень яркий, цветной, такие виды галактик и звезды, которые прям реально сияют. К нам заходили, либо, допустим, выходили кто-то, даже бабушки, они нас всегда подкармливали, а дети бросали, то есть все, и хватали кисточки и помогали нам. Потому что это, во-первых, это такое действие, когда ты рисуешь, ты немножко успокаиваешься, а во-вторых, мы делали такие яркие картины космоса, что там невозможно мимо пройти. В эти подъезды люди начали ставить цветы, вешать картины. То есть мы задали тон дальнейшей жизни этого подъезда, и люди начали только с большей какой-то добротой относиться к этому. Отзывы, они приходят к нам с разных сторон. Они могут быть в интернете, они могут быть в газете, они могут быть, ну, наверное, отзывы самые яркие, самые такие близкие, это когда к тебе подходят люди и говорят, а куда вы будете этот проект повторять? То есть они ждут того, чтобы мы делали еще какие-то повторения. Та же самая подъездная революция. Вот у нас недавно был запрос в интернете, разрисуйте, пожалуйста, нам подъезд, потому что вот в городе уже существуют три подъезда, а нам еще хочется. Ну вот мы думаем, как найти время, как найти средства, потому что даже сами жители этого подъезда готовы полностью окупить всю эту краску, лишь бы только мы нарисовали красоту в их подъезде. В 2014 году Полина Журавлева, соавтор проекта «Подъездная революция», стала победителем молодежного форума Приволжского федерального форума Иволга, и ее наградили поездкой на Байконур. Алиса Новаковская в 2016 году вошла в состав делегации от нашего региона и отправилась на Всероссийский форум «Доброволец России». За время работы у организации «Новые люди» накопилось большое количество наград. Добровольцы принимали участие в благоустройстве и восстановлении территории школы номер один в Беслане. В 2018 году 10 волонтеров молодежного объединения «Новые люди» помогали гостям чемпионата мира по футболу, который проходил в Самаре. К слову, в их числе была и председателем молодежного объединения Татьяна Герасимчук. У каждого из нас была отдельная функция. У меня фан-зона, то есть я работала на площади Куйбышева. И работала, давала питью, не разговаривала, провожала их. Я работала на функции туристический маршрут. Я помогала гостям нашего города и местным жителям. Решала какие-то трудности. Всем очень мы нравились, потому что мы улыбчивые. Просто Самара – это город улыбок, говорят так. Нам дарили майки, всякие попригушки. Мне подарили майку мексиканской команды. Шляпу. Такую, да, тоже мексиканскую, которую можно есть. Мексиканцы вообще очень классные люди. Больше всех нам понравились астриканцы, как они? Костриканцы. Костриканцы. Они такие улыбчивые, настоящие. Их можно за километр увидеть, как они идут и кричат. А-а-а, девчонки! Чемпионат мира мне помог потянуть мой английский. Я хочу в будущем стать переводчиком, поэтому мне это очень помогло. Мы не берем в организацию младше 14 лет. То есть у нас вот есть какой-то такой небольшой порог. В 14 лет подросток приходит, он находится в 8-9 класс. То есть более осознанно он активный, некоторые даже гиперактивные. Они берут на себя роль в чем, ну, то есть в чем изюминка любой общественной организации. Мы даем им самостоятельные какие-то действия, решения, чтобы они делали сами. То есть сначала в роли помощников, а потом и в роли соорганизаторов. А потом и в роли организаторов, авторов проекта, чтобы он это делал от начала до конца. И те ребята, которые приходили ко мне 10 лет назад, им было 14-16-18 лет, сейчас уже обзавелись семьями. У них есть уже маленькие детки, и в том году было несколько свадеб, на которых я присутствовала. И те ребята, которым сейчас даже 29-30 лет, они не ушли из организации. По-любому звонку, если вдруг у нас какой-то большой крупный проект, и мы просим. Андрей, нам нужен веревочный курс. Пожалуйста, приезжай к нам, завяжи нам вот столько-то веревок, и он всегда найдет время, он даже может отпроситься с работы, взять без содержания, но быть с организацией именно в этот день, чтобы этот проект был общим, и чтобы ребята видели, что старшее поколение нашей организации никуда воспитанников не бросает. Мы не называем себя выпускниками организации, нет. Потому что есть, конечно, да, те ребята, кто выросли из организации совсем, и у них уже сейчас другие интересы. Но тем не менее, есть какие-то массовые мероприятия, которые все равно нас всех собирают. Есть мы, несколько человек, которые, да, которые уже взрослые, у которых есть семья, у которых есть работа, но отпустить свою волонтерскую деятельность они все равно не могут и возвращаются. Каждое 9 мая мы с инструктором всегда на посту. Как бы то ни было, хотя иногда думаем, ну все, хватит, нам уже по сколько лет, давай заниматься серьезными вещами, нет. А как, ну неужели это не серьезные вещи? То есть для нас это важно. До волонтерства мои друзья постоянно говорили, что я заикаюсь. Ну, сейчас более-менее разговаривать начал, но через волонтерство еще я знакомюсь очень с многими хорошими людьми, и я очень с интеллектуальными. Каждый из них меня чему-то учит. В этом году старания ребят еще раз отметили на высоком уровне. Организация «Новые люди» прошла в финал областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Поколение добра». Волонтеры объединения уверены, настоящее и будущее не только города, но и страны зависят именно от них. А их энергии хватит на огромное количество добрых, интересных, важных и нужных дел. Новые люди! Движение вперед! Новые люди! Россия — это мы! Новые люди! Ну, как раз мы успели, хорошо бы! Давай пять! Давай пять! Давай пять! Давай пять! Волонтеры! Движение впереди! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Кузнец Корректор А.Егорова